Двой любимый фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Евгений Николаев работает на стройке. Говорит, пошел по стопам отца. Он был плотник-строитель. Пока панелевозов нет, вот в теньке сидим от жары. На стройке времени для отдыха почти нет. Евгений Николаев – стропольщик. Когда подходит грузовик, его задача – выгрузить панели. За восьмичасовую смену более 30 штук. На площадке стоит такой шум, который можно сравнить со звуком взлетающего самолета. Поэтому общаться с крановщиком Евгению приходится только жестами. Поднять стрелу, опустить груз, вира. Еще какие? Ну, это стоп. Нет, стоп – это перерывный обед. Крановщиком пошучиваете? Нет, далеко у нас нет. Высоко. У строителей все же есть свой профессиональный юмор. Не такой, конечно, как в знаменитой комедии Гайдая. Как рассказывает Евгений, на бетонных панелях они пишут свои имена. Распространенное мнение, что строители – это матершинники. Действительно так? Нет. Бывает там. Иногда. В преддверии Дня строителя в региональном правительстве поздравляют и награждают самых успешных работников отрасли. Чтобы попасть на церемонию в своем почтовом ящике, строители должны были обнаружить вот такое письмо счастья с приглашением внутри. Я хочу пожелать лично вам всем здоровья, процветания, душевного равновесия. И пусть то, что вы делаете, будет приносить огромную-огромную пользу всем людям. Это последние слова Дениса Филиппова на посту главного строителя области. В канун праздника министр покидает свой пост. С понедельника Филиппов будет работать уже в Москве в фонде содействия развитию жилищного строительства. Артем Калатин, Елена Козырева, Валерий Богословский. Новости. Телебектив.